Биография, весь творческий путь, список книг. Небольшая видеовыставка рассказывает о нелёгкой судьбе Анатолия Приставкина. Советский и российский писатель по-своему близок к нашему народу. Одно из его произведений «Ночевала тучка золотая» затрагивает острую тему депортацию ингушей и чеченцев в 1944 году. Это же название носит и выставка. Он там описывает маленьких ребятишек, мальчиков, которые подрастают уже их историю, почти про них он там говорит. В основном повесть посвящена депортации чеченского и ингушеского народа в 1944 году. Он решил так её записать, потому что, как мы сказали, он видел всё это. Выставка, приурочена к 90-летию писателя, родился Анатолий Приставкин 17 октября 1931 года. Во время войны остался сиротой, рос в детском доме. В 1952 окончил московский авиационный техникум, работал электриком, радистом. После службы в армии поступил в литературный институт имени Горького. В этот же период начал писать свои произведения. В выставке коротко рассказано о его также известных работах. Это «Мои современники» 1959 года, «Костры в тайге», «Селегир Сергеевич» и также «Роман Голубка». Но мировую известность автору принесла именно ночевала «Тучка золотая». Повесть, опубликованная в 1987 году, впервые привлекла широкое внимание к трагедии войнахов, выселенных якобы из-за массового перехода на сторону немцев во время Великой Отечества. Самое знаменитое произведение Анатолия Приставкина было опубликовано в 1987 году и переведено более чем на 30 языков мира. А в 1989 году по нему сняли одноименный фильм, режиссером которого является «Наш земляк» Сулабек Мамилов. Фильм, как и повесть, берет за душу, отмечает Зара Аушева. Особенно, когда узнаешь, что произведение автобиографическое. В нем глазами детей оживают воспоминания самого автора. Это его не первые воспоминания, так как его жизнь была тяжелой. Во время войны, когда он был маленьким, рано потерял родителей, рос в детском доме. Поэтому все свои пережитые годы страдания он описал в воспоминаниях и до этого. Также по одномерному названию его романа был снят еще один фильм «Голубка». Тоже его трагические воспоминания показали в этом фильме. И, конечно, «Ночевала точка золотая», которая приобрела самую широкую популярность во всем мире. Умер Анатолий Приставкин в 2008 году в возрасте 76 лет и похоронен в Москве. Выставка продлится в музее мемориального комплекса жертвам репрессии до конца сентября. Параллельно музей продолжает работу по забору воспоминаний в рамках проекта «Я – очевидец». С сотрудниками уже выпущены три книги, где хранятся биографии воспоминаний очевидцев депортации 1944 года. Сейчас сотрудники трудятся на четвертой. Дана Плиева, Магомед Дидигов, Новости 24. Магомед Дидигов, Новости 24. Магомед Дидигов, Новости 24. Магомед Дидигов. Продолжение следует...